Я кормлю его грудью. Он на грубном вскармливании. И я объявила голодовку. Я вынуждена объявить голодовку, чтобы нам выплатили деньги. Гульнара Хамедулина вместе с семимесячным сыном решилась на отчаянный шаг. Завод, по ее словам, должен ее мужу 41 тысячу рублей. Мужчина не получал зарплату с апреля этого года. Семья бедствует. У меня ребенок, еще первый ребенок есть. Он идет в третий класс. Надо собирать партфель, блузки, костюмы, товары. Денег нету. Поддержать Гульнару сегодня пришли десятки заводчан. Они собрались перед проходной. Владимир Федосеев на газоне установил палатку. Мужчина также решил ничего не есть, пока ему не будет выплачен долг по зарплате. На заводе металлических конструкций он работает уже семь лет. Обман, что вот это столько терпели люди. Я прошу, чтобы еще выплатили, плюс тому, что дадут заработную плату и компенсацию, чтобы заплатили. Замарали ущерб. Малыш, который сегодня был вынужден провести весь день на свежем воздухе, уснул в палатке. Правда, ночевать с сыном на улице Гульнара не будет. В 10 часов вечера женщина пойдет домой, чтобы в 8 утра прийти вновь. А вот Владимир намерен жить под стенами родного завода. У меня ипотека 8 тысяч каждый месяц. Сквар плата 4 тысячи. Еще дочку 20 тысяч за учебу отдавать на институт. А где я его возьму? У меня нервный срыв, я не знаю, что. Дома скандалы происходят. Вы понимаете? Нижнекамский завод металлических конструкций, по словам его руководства, сейчас переживает не лучшие времена. В 2013-м здесь были изготовлены металлические конструкции, которые стали основанием для факела универсиады. Его наблюдали миллионы телезрителей по всему миру. Завод способен выпускать более двух тысяч тонн конструкций в месяц. Сегодня директор предприятия к голодающим выйти не решился. Перед голодной толпой рабочих держал ответ представитель местной администрации. В ситуация контролируема, что людей, которые желают дальше работать, они трудоустроят, помогут. Но предприятие в целом тяжелое финансовое состояние. В связи с этим и задолженность образовалась. Между тем, люди уже выиграли суды и первые выплаты по этим решениям должны были получить в июле. К месту забастовки сегодня приехали сотрудники полиции. Они взяли с Владимира и кормящей матери обещание голодать молча и не дебоширить. По подсчетам недовольных, всего завод должен им порядка 6,5 миллионов рублей. Однако, когда деньги начнут перечислять, вопрос пока остался открытым. Юлия Шабанова, Вера Муратова, Эфир 24.